Друзья мои, всем привет! Вы снова на канале Дэр Хантер. В своих комментариях вы меня очень часто спрашиваете планирую приобрести нарезное оружие под какой патрон мне купить винтовку 308 Винчестер или 6.5 Кридмур Друзья мои, это совершенно два разных боеприпаса и только на первый взгляд они выглядят как братья-близнецы но оба они эффективны и о том, что же все-таки выбрать начинающему владельцу нарезного оружия мы с вами сегодня и поговорим Так в чем же разница? Друзья мои, на мой взгляд основное различие боеприпасов именно в вариантах использования на охоте и убойности Убойность это одно из основных свойств пули Убойность это характеристика пули, описывающая вероятность причинения смерти при попадании в живую цель и на мой взгляд убойность патрона 308 Винчестер выше Почему? Потому что, как правило, пуля патрона 308 Винчестер тяжелее потому что пуля патрона 308 имеет больший поперечный диаметр сечения то есть она встречает больше сопротивления в тканях и она больше может передать энергии при встрече с биоцелью Вот тут сразу хотелось бы сказать, что 6,5 Кридмур это охотничий патрон Да-да, спокойно, без паники Именно охотничий, снаряженный правильной охотничьей пулей это охотничий патрон Я попросил бы теоретиков, скептиков, да, и критиков удержаться от своих ехидных комментариев что 6,5 Кридмур это спортивный, чисто спортивный боеприпас предназначенный для стрельбы исключительно по бумаге Нет, люди этим патроном добывают все до лося включительно Скандинавы, да, шведы, финны 6,5 у них вообще любимый калибр для охоты именно на лося Конечно, охота у них немного своеобразная в основном из-под собак, когда собаки держат зверя когда позволяют охотнику подойти на верный, точно, уверенный выстрел Если мы говорим о моем мнении, то я бы остановился Если мы говорим об охоте на лося то обязательно на патроне 308 Винчестер Почему? Я уже объяснил Основная охотничья характеристика боеприпаса У Бойност, у 308 Винчестер все-таки выше И патрон 6,5 Кридмур Это патрон для охоты на лося не первого выбора И если вы с ним все-таки планируете охотиться на лося я бы рекомендовал подойти чуть-чуть поближе Давайте поговорим об очень важном вопросе Это цена боеприпаса 308 Винчестер боеприпас В продаже можно до недавних пор было найти по 35 рублей Не знаю, сейчас есть нет, но по 55 рублей видел Патрон 6,5 Кридмур Цена от 500 рублей И еще надо поискать 600, 700, 800, 900, 1200 Да? Видим Разница, на мой взгляд, значительная Почему так происходит? Ну, наверное, потому что патрон 308 Винчестер более распространенный боеприпас Казалось бы, странно, да? 6,5 Кридмур металла меньше Пороха меньше Должен быть дешевле Но нет, имеем то, что имеем Патрон 6,5 Кридмур потихоньку набирает популярность И, возможно, возможно, когда-нибудь он и станет дешевле Но пока, вот, на настоящее время Цена боеприпаса 6,5 Кридмур В 10 раз превышает стоимость патрона 308 Винчестер Поэтому, прежде чем покупать, да, оружие под какой-то из этих боеприпасов Надо все-таки крепко подумать А потянете ли вы финансово 6,5 Кридмур Вот здесь, наверное, сразу же необходимо поговорить и о дефиците боеприпасов В свете, да, сами понимаете Последних событий и тенденций, происходящих в мире Возник определенный дефицит импортных боеприпасов У меня есть винтовка и под 6,5 Кридмур У меня есть карабин 308 Винчестер, да, боеприпас, который используют Нельзя, конечно, некорректно сравнивать болты полуавтомат Это абсолютно разные винтовки для разных целей и задач Франки Горизонт под 6,5 Кридмур я даже хотел одно время продать Но, знаете, он мне так нравится Чудесный комплекс Все подогнано, передумал Я запасливый мужик У меня есть определенный запас неплохой патронов На несколько лет, я уверен, мне хватит И для охоты, и для тренировки И для каких-то там, да, своих целей Пострелушечных Но что дальше, да, рано или поздно встанет вопрос Что дальше, а дальше, друзья мои, только релоадинг С помощью релоадинга нарезных патронов Мы сможем собрать хороший патрон Патрон сможем собрать лучше магазинного Дешевле магазинного Но при этом он все равно, конечно, будет не совсем дешевый Да, все-таки цена его будет существенной Но что же делать Такие современные реалии БПЗ уже около двух лет Пугает нас, охотников, стрелков, владельцев оружия Выпуском отечественных боеприпасов 6,5 Кридмур Я периодически этот вопрос отслеживаю Даже писал на завод-производитель Но никаких внятных ответов не получил Пробные партии были выпущены Отстрелы произвелись Он висит на сайте как выпускающийся Но нигде его нет Друзья мои, отдача На мой взгляд, 6,5 Кридмур и 308 Винчестер Это два патрона с примерно приблизительной силой отдачи Но, на мой взгляд, отдача патрона 6,5 Кридмур Примерно на процентов 25-30 она слабее Ну, вы спросите Ну, что такое 25-30 процентов, да? А, собственно, это важно А для чего? Например, особенно это важно В арментинге, в горной охоте Ну и даже в спортивной стрельбе это важно После выстрела мы в прицел Мы не теряем цель Мы видим, куда попала пуля Это очень важно Особенно для охоты в горах Там не побегаешь, не посмотришь Лег зверь или не лег Если попал не совсем по месту Важно в прицел увидеть Хотя бы в какую сторону, да? Зверь раненый побежал Сколько пробежал Упал, не упал Это очень важно И вот эти минус 25-30 процентов Нам дают неоспоримое преимущество Именно в определенных видах охоты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте поговорим о применении Патрона 6.5 Кридмур В учебно-тренировочных целях Но если вы впрямь обеспеченный человек Если вы занимаетесь релоудингом Если вас не останавливает Что стоимость одного выстрела Будет от 500 рублей То этот патрон 6.5 Кридмур Отлично подходит для тренировки в стрельбе Но опять-таки и здесь я замечу Что это не выбор первой очереди В данной ситуации Но это только на мой взгляд Пуля патрона 6.5 Кридмур Более ветроустойчива У нее значительно выше БК У нее выше скорость Что дает нам преимущество В стрельбе на дальние дистанции И при боковом ветре Все свои характеристики Наиболее полным образом 6.5 Кридмур реализует Именно на дистанциях свыше 300 метров Если наша цель стрельба на дальние дистанции То 6.5 Кридмур Однозначно патрон нашего выбора Ресурс ствола Патрон 6.5 Кридмур За счет более высоких скоростей За счет более высокого давления В значительной степени Больше будет изнашивать ствол Вашей винтовке Если мы говорим о 308 Винчестер Вы можете стрелять из своей винтовки Под этот патрон с утра до ночи День за днем Год за годом И вам в голову даже мысли не придет Что рано или поздно У винтовки придется менять ствол Стволы под этот патрон Вечны Если мы говорим о 6.5 Кридмур То здесь важно Есть о чем задуматься Если вы много стреляете Много тренируетесь Если вы спортсмен И участвуете в соревнованиях То этот вопрос Для вас износа ствола Рано или поздно встанет Я частенько бываю На соревнованиях По высокоточной стрельбе Я общался с владельцами оружия Спортсменов Под 6.5 Кридмур Все они поясняют Примерно одно и то же Купил винтовку Пристрелялся Потренировался Несколько этапов соревнований прошел Пора задуматься О том Чтобы винтовке Поменять ствол Готовы вы к этому Или нет Решать вам Но опять таки Зависит от интенсивности Вашей стрельбы Ну и в завершении Нашего ролика Давайте уже с вами Подведем Какие-то определенные итоги И сделаем Какие-то конкретные выводы Несмотря на то Что я Владелец оружия В обоих калибрах У меня есть винтовка Под 6.5 Кридмур У меня есть карабин Сайга Под боеприпас 308 Винчестер Я скажу честно 95% Моих охотничьих целей И задач Перекрывает Патрон 308 Винчестер Именно поэтому До сих пор Моя сайга В моем сейфе И со мной Всегда на охоте Я от нее не избавился И не планирую Этого делать Почему? Ну потому что Она перекрывает Мои цели На моих охотах А охота Как я всегда говорю У каждого своя Что выбрать вам? Для того чтобы Понять Под какой Боеприпас Вам необходимо Оружие Чтобы не выкинуть Деньги на ветер И не мучиться Потом с перепродажей Какой-то Не терять Свои заработанные деньги Вы должны себе Честно ответить На вопросы Где вы планируете Охотиться Когда вы планируете Охотиться И на кого В основном Вы планируете Охотиться Вот Ответив себе На эти вопросы Вы определите Что вам нужно 308 или 6,5 Кридмур Не забывайте Учесть Как я уже сказал И ценовую Составляющую Которая К сожалению Делает этот боеприпас 6,5 Кридмур Для нас Все более и более Недоступным Вот и все Друзья мои Жду Ваши комментарии В комментариях Напишите Что вы думаете По поводу Патрона Ютуба В отношении Контента Об огнестрельном Оружии Становится Все жестче И жестче Поэтому Попросил бы Вас перейти По ссылкам В описании К этому ролику И в верхнем Закрепленном Комментарии И подписаться На наши ресурсы В Яндекс.Дзене И в Телеграм Канале Это будут Наши с вами Резервные Каналы связи Также Хотелось бы Вам напомнить Что у нас На канале Проводится Фотоконкурс Моя жизнь Охотника Мы ждем Ваши фотоработы С удовольствием Все рассмотрим По итогам Фотоконкурса Будет Три призовых Места Будет Три хороших Приза Присылайте Не стесняйтесь Количество фотографий Не ограничено Все что пришлете Все рассмотрим Вот на этой Друзья мои Такой вот Позитивной ноте Будем с вами Заканчивать этот ролик Всем спасибо Что смотрите Наш канал Спасибо вам За добрые Теплые слова Поддержки Которые вы пишете В своих комментариях Мы вам очень благодарны Всем пока Увидимся на охоте Или на стрельбище Удачи Субтитры сделал DimaTorzok